Девушки отдыхают 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 такая информация была, но поговорили и все затихло. Но в этот раз меня встревожило другое. Что? Помнишь эту встречу 20 лет назад? Да. Он говорил, что это произойдет в год зеркальных цифр. Сказки какие-то рассказывал, но нам же неинтересно было. Конечно, это же тебе не про политику. Все какие-то загадки говорил нам, что мы должны разгадывать. Говорил, что в канун зеркальных цифр мы вновь к нему вернемся. Мне кажется, это чушь какая-то. Первый год мы даже ждали, что что-то произойдет. Помнишь эти даты? 07, 07, 07. Потом восьмерки. В стране был только бум на свадьбы. И очереди в ЗАГСах. Да. Но потом как-то все забылось, поутихло. Но вот именно сегодня, взглянув на календарь, меня аж передернуло. Вот посмотри, что ты видишь? 24 декабря. Неделя до Нового года. 2020 год. То ли мыши, то ли крысы. Еще раз посмотри, ты уже сказал. Так, 2020. Год зеркальных цифр. Ну? Точно. Еще одна зеркальная дата. Как же мы ее пропустили? Мы повзрослели, стали более циничными. Нас перестало удивлять что-то удивительное. Но мне кажется, сегодня эта информация не пустая. И Эльбрус намерен проснуться. Ого! Что это? Ну вот подтверждение моим словам. Уже третье за последние дни. Но на этот раз толчки сильнее. Поэтому я и встревожена. Мне кажется, надо связаться с учеными. Я пойду свяжусь. Любой проснувшийся вулкан Кавказа может вызвать теплую реакцию в соседних вулканах. С учетом того, что из всех вулканов сейсмическую активность проявляет вулкан Эльбрус, мы можем предположить следующий ход событий. При извержении вулкана Эльбрус мощные взрывы могут вытолкнуть раскаленную магму, которая начнет плавить тысячелетние ледники, которую в свою очередь повлекут грандиозные селевые потоки. Производит резкий подъем уровня воды в реках Кавказа, который в свою очередь опять-таки повлекут за собой грандиозные небывалые наводнения. Эльбрус накопил на своих флангах столько льда, что от оползней могут пострадать не только наши территории, но и Абхазия, Грузия, Владикавказ, Ставрополь, но и другие районы. И тонны пепла покроют собой огромные территории. Раскаленная магма может достигнуть даже Черноморского побережья Кавказа. Боюсь сказать, но этот процесс необратим. Профессор, спасибо за информацию. Мы просим вас держать нас в курсе и сообщать оперативно, что все-таки происходит. Записано? Да, записано. Жить русик, перегоняем на видеостудию? Да, перегоняем, хотя постой, постой минуточку. Боюсь, если мы сейчас это в эфир выдадим, паники не миновать. Что делать? Согласна. Срочно возвращайтесь. А мы еще называли его сумасшедшим стариком. Говорил, что он дух Эльбруса. А теперь подумают, что сумасшедшие это мы. Так, вечером даем эту новость? Или может наведаться кое-кому надо? До эфира всего два часа не успеем. Но информацию надо придержать. Но не можем мы как социальные сети выбросить ее только для того, чтобы повысить себе рейтинг. Ну а завтра с утра отправляемся в горы. Если честно, давно это надо было сделать. это где-то здесь. Слушай, мы здесь были 20 лет назад. Неужели ты помнишь, как пройти к этому месту? Помню. Вот эти тропинки вперед. Знаешь, радует, что в этом году снега мало. Остается до Нового года несколько дней, а снега все еще нет. О, как бы еще подниматься. Эльбрус! 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 Надо поговорить! Мы знаем, что ты нас слышишь. Мы знаем, что ты нас слышишь. Да, ты был прав. И мы готовы выполнить все твои условия. Даже самые бредовые. чай готовы, садитесь. ждали, ждали, значит, нас? Да. Простите, что называли вас сумасшедшим. Ничего, ничего. Камера в недрах земли, это как? И не только. Они у меня всюду. Ой, я и там, и тут одновременно. Как это возможно? У природы времени не существует. Это люди сами придумали для удобства. День, ночь, прошлое, будущее. Мне все видно. 20 лет назад, когда я вам предлагал разгадать мои загадки, вы отказались. Наверное, так и должно было быть. Иначе бы вы не прочувствовали их. За эти годы мир стал искусственным. На настоящее и на искреннее никто не обращает внимания. Мы не слышим себя, свое сердце. А сердце есть и даже у Эльбруса. Сердце Эльбруса чувствительнее, чем у человека. Моему сердцу много лет. Я много жил, много видел. Но то, что происходит в мире сегодня, меня очень печалит. Ведь я вершина Европы, опора земли. Я спокойно не могу наблюдать за хаосом. Что за ценности сейчас в мире? Вы перестали слышать звуки моей природы. В ушах наушники. когда в последний раз вы слышали пение птиц? Люди, остановитесь. Дорогие мои, у вас еще есть шанс успокоить мое сердце. Для этого вы должны понять мой секрет. А секрет мой бесценный. Так какой же секрет? Я об этом говорил вам 20 лет назад. Но вы, схватив свои мобильные телефоны, решили, что вы управляете миром. Но на самом деле не вы управляете миром, а хаос управляет вами. Так в чем же секрет, и как это поможет успокоить вулкан? И мы-то здесь при чем? это необратимые процессы Земли. Мне кажется, мы только время теряем, умалчиваем информацию, а может в это самое время надо эвакуировать людей? Дети мои, опять вы не слышите меня. Для начала успокойтесь. Если я раньше хотел вам рассказать о своем секрете, теперь я хочу, чтобы вы сами его поняли. Секрет Эльбруса очень простой. Одно лишь слово. И какое? Не скажу. Вы должны сами понять. Но я вам помогу. Мой секрет состоит из семи загадок. Каждый день вы будете получать загадки. У вас будет ровно один день на отгадку. За семь дней до Нового года, если вы поймете секрет Эльбруса, то мое сердце успокоится. И вы по-прежнему будете любоваться могучей моей вершимой белой папаха в синеве. Идите, я с вами свяжусь. Самая главная новость висит то, что Эльбрус проснулся. Не надо создавать панику, пока мы не проверим информацию. висит капельность это уходишь и что-то лежал назад. А когда лежите у вас были скачки давления, вам дали какую-то панику. Я каждый день смотрю ваши вещи. Вот это да. В ваших выпусках есть обряды на все мои загадки. Но вы уже не замечаете своих ценностей. Итак, первая загадка. Белая вершина. Ответ я надеюсь увижу завтра о ваших передачах. Время пошло. Белая вершина. Белая вершина. Белая вершина, белая вершина. Неужели она тебе говорит? Слишком просто. Он говорит, что отгадки в наших вестях. Давай заглянем в Ньюсрум и спросим у шеф-редактора. Алла, давай обсудим, какая у нас верстка на завтра. Так, минуточку. Сессия парламента, обсуждение бюджета на 2020 год, запуск новой котельной в школе. Это мой сюжет, там тоже не то. Индексация пенсии, открытие дома культуры, открытие автодороги, строительство дома культуры, спорт, погода. Вот так примерно. Все не то. Давайте рассуждать логически. Итак, Белая вершина. Что у нас с этим связано? Белая вершина зимой и летом у Эльбруса. Это факт. А Эльбрус самая высокая гора Европы, древняя. Так сказать, наш главный Аксакал. Убеленная сединой вершина. Старец, а ну-ка давайте вернемся к индексации пенсии. Кого ты отправляешь, Алла, на съемку? По Тиму Даурову, наверное. Ну, отлично. Она сделает это очень хорошо. В доме Хашукаевых большая радость. Приехали долгожданные гости. У порога их встречает бабушка Хани. Она долго ждала, пока все дети соберутся под родительским кровом. В ритме современной жизни это удается все реже и реже. Оттого и ценнее минуты, проведенные вместе. Кухня. Самое главное место в доме, где сосредотачивается вся энергия тепла, спокойствия и достатка. Пять минут назад дочери Хани были в статусе гостей. Ну, а сейчас каждая из них заняла свое место и хором принялись готовить праздничный ужин для всего семейства. Нана Хани наблюдает за процессом, а глаза искрятся материнской радостью. В меню исконно адыгские блюда. Одно из них халива, пирожки с домашним сыром. Для привычных рук дело простое. Раскатать тесто, заправить начинкой, слепить края и можно отправлять в подогретое масло. Получаются они в форме полумесяца с подрумяненными бочками и изумительным вкусом. Обычно подаются с калмыцким чаем, медом и сметаной. Компания им составляет лепешки из кукурузной муки. В народе их называют хатток. Тесто было замешано уже со вчерашнего вечера. Это по уникальному рецепту, который передается в этой семье с поколения в поколение. Я сейчас попробую испечь и не испортить, чтобы к столу было подано так, как надо. Какой же стол у черкесов без либжи? Самое главное национальное блюдо, которое, несмотря на кажущуюся простоту в приготовлении, требует особого внимания повара. Рецепт один, но каждая семья готовит его со своими особенностями. Старшая дочь Хани, Светлана, научилась готовить либжи у мамы, а та у своей мамы. Секреты не держим, но у каждого по-своему получается. Ну, всему, что я делаю, научила меня мать, естественно. Пятеро детей, три дочки и два сына Светлана, Зоя, Султан, Елена и Руслан, дети Хани и Фуада Хашукаевых. Семья пользуется большим уважением у односельчан. Все знают, что в этом доме до сих пор соблюдают нравственно-этические законы адыга Хабза, которыми всегда славились черкесы по всему миру. Адыгский этикет обязывает быть почтительным, уважительным со всеми, но в первую очередь со старшими по возрасту и рангу – женщинами, гостями, детьми. Адыгага – это свод неписанных стандартных средств и приемов почтительного поведения в жизненных ситуациях и положениях. Недаром адыгский этикет относит к числу наиболее сложных и детально разработанных наряду с китайским, японским и английским. И все это передается от старшего поколения младшим. Этот процесс происходит в семье. Я всегда говорила Дине и Дане, когда вы видите, что по дороге идет старший человек, никогда не переходите дорогу. Подождите, пока он не пройдет и смело продолжайте свой путь. Как-то раз моя внучка Дина так и поступила. Проходящая мимо женщина обратилась к ней с вопросом. Девочка моя, откуда в тебе такое воспитание? Кто вложил в тебя адыгага? Наверное, у вас в доме есть Нана, раз ты знаешь, как уважать старших. Всему, что я знаю, меня научила моя бабушка Хани, ответила Дина. Женщина произнесла, ее воспитание видно сразу. С малых лет родители должны прививать своим детям адыгские устои. Это только красит человека и возвышает его честь. Нана Хани любит слушать черкесские мелодии и наигрыши, которые внучка Дина исполняет на аккордеоне. Порой, наблюдая за ней, невольно подмечаешь, насколько она счастлива в кругу своих детей, внуков и правнуков. Хани радуется успехам каждого из них и тревожится, когда что-то не получается. Но ее мудрые слова наставления не раз помогали им выбрать правильные решения. От веселой музыки ноги сами пошли в пляс. Тем временем младший сын Руслан, который на досуге увлекается пчеловодством, приготовил для всех изысканное угощение сотовый мед, который считается самым полезным и ценным из всех. Раньше были саппетки, бжамата туши и говорили. И поэтому и говорили бжамата тхуа по-другому нельзя было мед достать. Надо было сломать. Самым дорогим гостям преподносили такое угощение, как мед. Вот в свое время говорили, что лучше, чем барашку зарезать. Даже если сломали вам соту, это даже лучше, чем барашку. То есть принимали гостей вот так. Черкесы, обращаясь с пожеланием к старшему, говорят жишхама хуух. Дословно фраза переводится «Пусть старость твоя будет светлой». Доживая до глубоких седин, человек задается вопросом, получилось ли у меня прожить свою жизнь с достоинством, честью и стать счастливым. Пятеро детей, тринадцать внуков и двенадцать правнуков. Это наследие Хани и Фуада Хашукаевых. Достойное наследие, воспитанное по законам Эдега Хабза, умеющее почитать старших, прислушиваться к советам и радовать их своими успехами. Думаю, ответ на заданный высший вопрос о счастье однозначен. На Анахане безусловно счастливо. Фатима Дурова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. И так все вокруг старшего поколения. Ключевые слова. Пенсии, пенсионеры, пенсионный возраст, аксакалы. Мы же не можем ему целый словарь идентичный слов предоставить. Ну да, слово должно быть одно, емкое. Это настолько обширное понятие, что сюда очень даже хорошо подходит индексация пенсии. Песня хорошая. Да, к нам. Нам черемнок, чтобы приезжать. Да ты что! Так надо на концерт пойти. Это моя любимая песня про бабушку. Да, про бабушку. 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 Ну что ж, первым заданием вы справились. Вторая будет сложнее. колыбель вселенной. Так, колыбель вселенной. Колыбель это люлька. Люлька это ребенок. Ребенок это семья. Семья это общество. А общество это аулы. Стоп. Может он имел в виду, что аул это колыбель вселенной? Давай у эксперта спросим. Вполне возможно. Кто у нас эксперт? Конечно же. Арсланбек Султанбеков. Султанбеков. В песне Арсланбек Султанбеков воспитал молодое поколение, которые крепче стали держаться за свои корни в аулах. Эта песня успешно соперничает с глобализацией. Каждое слово Ногаэль так проникло в сердца ногайцев, что они прекрасно знают. Их аул это колыбель вселенной, колыбель ногайского счастья. Я живу в ауле Иконхал. Мой аул очень красивый. Мой аул это моя малая родина. Мой аул моя земля. Мой аул это самое лучшее место на земле. Это мой родной очаг. Аул это сердце и душа каждого человека. С аул начинается дорога в жизни. В моем сердце живет особая любовь к своему аулу, в котором живут прекрасные, отзывчивые, умные люди. Аул это земля предков. Здесь наши корни, здесь наш юр. Я очень горд, что в моем ауле можно заниматься профессиональным спортом. Аул для меня это мамины руки, это нагайский хлеб, это мои братья, это моя семья, друзья. Аул это земля, на которой я живу. Аул это моя маленькая родина. Аул это я. Аул это для меня аул это центр земли. Это мой завет, мой совет. Это мое гнездовье, здесь похоронены мои предки, здесь мои корни, здесь мое прошлое и здесь мое будущее. для каждого народа свой аул, своя станица, свое село это центр вселенной. И если наша молодежь соблюдает наши обычаи, держится наших традиций, значит мы их правильно воспитываем. Меним герстук, меним эллим, меним халком. Дулейми халка эльге да вы угадали. Это аул. Теперь приготовьтесь к следующей загадке. Ваша жизнь во мне. Моя жизнь, его жизнь. Но ведь он тоже живой организм. У него есть голова, которую мы видим отовсюду, его кипящая магма, которая вот-вот вырвется наружу. И что же тогда будет? Поднимутся реки, все вокруг затопит. Она же благо, она же беда. Вода! В Карачао-Черкесе протекает 419 больших и малых рек, а также большой Ставропольский канал. Вода этих рек питает Карачао-Черкесскую республику, Ставропольский и Краснодарский края. Именно в горах Карачао-Черкесия берет свое начало река Кубань, главная жизненная артерия четырех субъектов нашей страны, которые потребляют ее воду. В частности, это Карачао-Черкесия, Ставропольский край, Республика Адыгея и Краснодарский край. Основные крупные притоки в верховьях реки это реки Тибердама, Лазеренчук, Большой Зеренчук, Уруб, Большая Лоба. В Карачао-Черкесии около 600 озер и множество водопадов. Подавляющее большинство из них располагается в высокогорной части выше 2000 метров над уровнем моря. Более 200 источников минеральных лечебных вод широкого геохимического спектра показали, что Карачао-Черкесская Республика обладает огромными ресурсами разнообразных минеральных вод, которых не имеют многие другие регионы России и сопредельные страны. У нас издавна известны многочисленные естественные минеральные источники, часть из которых пригодна для разлива и бальнологического применения. Правильно. Вода. Следующая загадка. Планета Земля. Ну это совсем что-то масштабное задумал Эльбрус. Что для него значит планета Земля? Думаю, что-то большое, родное и значимое для него. Точно. Это родина. В широком смысле слова это любовь к отечеству, любовь к родному городу, к родному аулу, к семье, к родному языку. Любовь к родному дому тоже родина? То, что хочется защищать и оберегать? Да, это родина. Слово родина вы угадали. А что ее украшает? Свет, как ты думаешь, что украшает родину? Ну, я думаю, что родину украшают ее трудолюбивые люди. Кстати, сегодня в нашем эфире есть такой сюжет Альбины Ламковой из-за Базинского района. Ну, отлично. Богатство Базинского аула Кубина это его трудолюбивые люди. Здесь проживает более трех тысяч человек. Чем больше испытаний приходилось на долю человека, тем дороже для них была малая родина, без которой нельзя представить свою жизнь. своими добрыми делами, трудолюбием и своим талантом показывает свое отношение к родине. 58 лет она посвятила школе и детям. Фатима Доктова учитель абазинского языка. Трудолюбивые люди всегда были и будут в почете, считает Фатима Казботовна. И это она всегда говорила своим ученикам. Вот от этого ходит. Если взять наряду со всеми народами мира этот язык абазинский, этот алфавит, он самый сложный. Да, абазинский язык действительно сложен. Фатима Казботовна говорит, что детям трудно его усвоить и нужно приложить много сил, труда и терпения, чтобы научить говорить на нем, а тем более грамотно. Владеть своим языком это прекрасно. А что мы будем еще знать через свой вот этот родной язык? Мы многое будем знать. Мы будем знать свою культуру, свою литературу, свои обычаи, традиции. Да, именно традиции украшают народ, землю, где ты родился и живешь, а главное родину, отметила Фатима Казботовна. Поэтому долг каждой нации сохранить свой язык, привить ученикам уважение не только к своему, но и к языкам других народов. За долгие годы своей педагогической деятельности она затрудняется назвать количество учеников, которых она научила. Фатима Казботовна гордится тем, что многие ее выпускники умело используют знания абадинского языка в профессиональной деятельности. Фатима Дохтова имеет множество званий и наград. Одна из значимых для нее ветеран труда. Я считаю это первым то, что я заслужила. Это мой труд, это мое здоровье, ветеран труда. Но выше всех правительственных наград, по словам Фатимы Казботовны, искренняя любовь учеников. Она делала все, чтобы заслужить ее. Фатима Дохтова не жалела себя. Она совмещала работу с ведением хозяйства и воспитанием четверых детей. Во многом ей помогали родные. Столько же детей и у нашего следующего героя Мурата Табулова. Он успешно совмещает работу главы сельского поселения с любимым делом – изготовлением национальной гармонии. Его основная деятельность ответственна и важна. Она требует от Мурата Мухарбиевича много сил и труда в любое время года, особенно весной и осенью. Здесь нет мелочей, все важно. И после рабочего дня вечером у него наступает любимое время. Как говорится, провести свободные часы для души, говорит он. А когда они выпадают, Мурат Табулов изготавливает, восстанавливает и ремонтирует национальные гармонии. Труд непростой, тяжелый и кропотливый. только одна настройка звука занимает около пяти дней, а на починке у Мурата Мухарбиевича гармонии несколько десятков. Я взял ребенка учатся играть на гармонии. И там нужно подремонтировать, там удалось где-то подзвучивать. Мурат Табулов трепетно относится к изготовлению национальной гармонии. Ведь он продолжает дело своего отца Мухарбия Табулова. Как мастера его знали и за пределами нашей республики. Мурат Мухарбиевич также стал известным, так как он унаследовал от отца трудолюбие, терпение и любовь к ремеслу. Уже к 20 годам я мог сам гармонию собрать полностью. Единственные голоса не знал. Вся механика, корпус, мех, все, что там есть, я мог собрать и поставить. А уже полностью создание звука, настройка, настройка механика с двух сторон. С левой басовая часть и правая часть он уже сам взял. И вот так потихоньку он привел любовь к этому искусству, к этому инструменту, к этой гармошке. И до сегодняшнего дня я ему благодарен. На изготовление одной гармонии у Мурата Мухарбиевича с его режимом работы уходит около шести месяцев. Умелец объясняет это тем, что у каждого этапа создания инструмента есть свой режим времени. Все для того, чтобы гармонь получилась качественной, крепкой и звонкой. Каждый музыкальный инструмент это целая история. Отвечая на вопрос, сколько таких историй создал умелец, он говорит, что в юности с таким же вопросом он обратился к отцу и тот не смог ответить. Так и Мурат Табулов на сегодняшний день говорит, что невозможно посчитать изготовленные инструменты. В национальной гармонии ручной работы особенной. Нет ни одной похожей, они уникальны. В каждом музыкальном инструменте чувствуется тепло рук мастера, его кропотливый труд. И, конечно же, гармонии сделаны со всей душой. Правильно, труд. Следующая загадка лоскутное одеяло. В старинном чемодане бабушки Ларисы хранится память о прошлом, а именно традиции станичной жизни. Бабушкина скатерть. Это бабушка руками все вязала. Это такая скатерть, это ручная работа. А сколько лет этой скатерти уже? Ой, долго, много. Если скажу лет 50, можете поверить, что ей столько лет, уже бабушка давно умерла моя. А скатерть, вот у меня еще память есть. Здесь в чемодане и остатки лоскутного одеяла. Как рассказывает Лариса Георгиевна, лоскутное одеяло – это непременный атрибут убранства крестьянского дома. Оно украшало скромный повседневный быт, дарило радостные краски жилью. Лариса Георгиевна не забыла технику шитья лоскутного одеяла и подробно рассказывает о всех этапах пошива. Каждый лоскутик вот так вот и шивали, чтобы лицом к лицу было, краешек к краешку и были одеяла делали. У казаков в каждом доме были лоскутные одеяла. Когда родители собирали невесте приданное, то не забывали приготовить и лоскутное одеяло. Не было такого дома в станице, где не шили бы лоскутное одеяло. Ткани были в дефиците и поэтому ценился каждый лоскуток, каждый кусочек. Вот такие геометрические узоры, полоска к полосочке, сшивались между собой. Главное в лоскутных работах это цветовое решение. Лоскутное одеяло должно было быть пестрым. В доме бабушки Ларисы, как в музее, она многое хранит, как и эту прялку. Она была у каждой девушке в станице. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. Эту пряху мне подарил муж. Привез пряху, подарил и козу подарил. Говорит, это будешь прячь, ты будешь рукавички мне пуховые свяжешь. Традиции все же из поколения в поколение передаются? с поколения в поколение мы передаем своим детям. У меня уже и внуки все женатые, и внучек прошу, чтобы вязали. Говорю, не умеете, я вас научу. Бабушка, да спица в нема, я дам и спицы тебе дам, и пряжу дам, только вяжите, только надо знать, что это надо уметь. Ну, как бы традиции должны храниться? Да, конечно, каждый, каждый человек должен уметь, очень много надо уметь, и каждая нация умеет свое, чтобы делали они свое, плесь, прясть, корову доить, в огородах, чтобы должны это каждый все знать и уметь. Мама мне говорила, хорошая казачка должна хлеб уметь печь, корову доить и на прялке плесь, прясть и плесь, это должна знать, каждая девушка, как замуж отдают. Мне тоже, когда замуж отдавали, говорили, а хлеб ты умеешь печь? Мне тогда было 17 лет, я уже все умела, и прясть, и плесь умела, и хлеб умела печь. Преемственность поколений главная в нашей жизни, считает хранительница традиций. Хоть и 21 век на дворе, но это не мешает научиться прясть и вязать, считает Лариса Георгиевна. Вот это берешь, вот так вот она, и вот так крутишь потихоньку, не спеша, вот смотри, а тут вот это рукой вот она придерживаешь, видишь, а этой рукой вот она, и равномерно, чтобы у тебя была шерсть, равномерно. И я тоже немного поучилась, но признаюсь откровенно, не все так просто. Ручное придение было очень медленным, сколько нужно было сил и терпения, чтобы нить получилась тонкой, ровной и прочной. Чуть потянешь сильнее, она оборвется, а чуть слабее, будет слишком толстой и неровной. Самая искусная пряха, работая от зари до зари, могла напрять до 300 метров пряжи. Лариса Георгиевна предпочитает подарки, сделанные собственными руками. Вот и шерстяные носочки, теплый, приятный подарок детям и внукам на праздники. Станичная жизнь резко отличается от городской, здесь все по-иному, а главное, колорит особенный, деревенский. Бабушка Маша подкидывает дровишки в русскую печку, будет печь пироги. С появлением газа не у всех сохранились такие печи, но Мария Дмитриевна считает, что лучшие пироги получаются именно в русской печке, и это тоже уже традиция. Всегда пироги пекутся. Хочешь на свадьбу, хочешь в какие-то поминки, хочешь в застолье какое-то, всегда пироги пекутся. Все традиции в станице передавались от старших, рассказывает бабуля. В каждом доме должны были быть лоскутные одеяла, прялка и тесто на столе. Без этого казачья изба не изба. Мамка брала, тесто делала, а мы помогали, начинка дешевая, тут помогали тесто. А с чем, вот какая начинка в основном была? С капустой, с картошкой, когда с яблуками. У бабы Маши пироги уже готовы, а на соседней улице у ее подруги Ларисы Георгиевны уже звучат старинные казачьи песни. Ходэ пивень по двору, а за ним и куры, як бы мини чоловика по моей натуре. Каждая застолье в станице сопровождается весельем. Они не просто подруги, они еще и участницы народного фольклорного ансамбля «Моричка». Ни один концерт в станице не обходится без их участия. И вот генеральный прогон перед новогодними праздниками. Ансамбль «Моричка» – кладезь традиций. В репертуаре станичного ансамбля сохранились десятки старинных песен. Их с удовольствием поют и дети. У «Морички» есть спутник – фольклорный ансамбль «Зоренька». И здесь также сохраняется преемственность поколений и, главное, вековые традиции. Народная мудрость каждого фольклорного коллектива – частушки. И в деревнях их пели прямо на улице во время посиделок, свадеб, застолий, различных праздников. Вот небольшой фрагмент станичной жизни. И в каждом костюме, в каждом узоре, в каждом лоскутке традиции собраны в одно лоскутное одеяло. Такие яркие, самобытные, не стареющие, а наоборот, традиции, которые возрождаются, хранятся и передаются другим поколениям. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия, и Станицы, Кардоникская. Получается, это не просто лоскутное одеяло, а нашей народной культурой, обычаями, национальными языками. Мы создаем единое целое, которое нас объединяет, но в то же время и нас отличает друг от друга, как говорят, культурный ДНК народа. Короче говоря, это одно слово, и это слово традиция. Я люблю хачины. Сегодня на горнолыжном курорте Донбай проходит зимняя хачинная олимпиада. Всемирный спортивный комитет хочет выяснить, какие хачины лучше, карачаевские или балкарские. И вот сейчас с нами на прямой связи наш спецкорп по хачинам Руслан Коркмазов. Руслан, приветствую вас. Светлана, я вас приветствую из Донбая. Сегодня здесь проходит зимняя олимпиада. Зимняя хачинная олимпиада. Горячие зимние твои. Это сочинский лозунг, теперь можно применить и к карачаевским балкарским хачинам. Именно сегодня будут выясняться споры, которые длятся очень долго, можно сказать, вечность, о том, чьи хачины лучше. Сегодня в качестве жюри будут кабардинцы, черкесы, абазины, нагайцы и русские, которые должны поставить точку в этом длительном споре. Итак, сегодня представляем первую участницу этой олимпиады Аллу Бойченко из Кабарно-Балкарии. У вас сегодня такой интересный вид. Скажите, пожалуйста, это ваш допинг? Это моя балкарская жилетка, она мне поможет сегодня победить. Ваш талисман семейный? Да, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, это правда, что балкарские хачины должны быть сочными, как балкарские песни? Конечно, и даже добавить нечего. Кто же будет соперничать с певицей актрисой Аллы Бойченко? Кто из карачаевцев покажет мастерство в хачинном искусстве? И сейчас приветствуем вторую участницу. Она кандидат в экономических наук и считает, что карачаевские хачины должны делаться по строгим законам математики и физики. Итак, встречаем Тамару Лутовну. Капушеву, пожалуйста. Здравствуйте, я приветствую вас, Донбасс. Скажите, пожалуйста, это тоже ваша жилетка, талисман семейный? Да, это настоящая карачаевская жилетка ручной работы, и это будет мой талисман. И вы считаете, что эта жилетка может вам помочь? Конечно, жилетка настоящая карачаевская ручной работы будет моим талисманом, а также точные математические расчеты, экономические выгоды. Мы все просчитали, и мы будем первыми. Хачины начинаются с доспехов мастериц. Фартук хота, платок джавлу. Доспехи надеты. Алла Боченко и Тамара Капушева сегодня защищают честь балкарских карачаевских хачинов. В приветствии олимпийцев. Зимние, горячие, твои. Сегодня карачаевские хачины с мясом. Чтобы блюдо стало вкусным, говядину именно вертикально разделки спускают с альпийских лугов. Душистые травы и высший пилотаж мясника. Тамара добавляет фарш, лук и специи из курзука. В верховьях Кубани у самого Эльбруса растут таинственные травы, которые делают начинку хачина чудесной. А какая же начинка сегодня балкарского хачина? Алла Боченко готовит классический балкарский хачин с сыром и картофелем. Сыр должен быть настоящим балкарским в первую очередь. Сыр должен быть зрелый, сыр должен быть соленый. Ну да, чтобы минимальное количество соли, если что, пригодилось для теста. Картошка может быть любая, главное, чтобы она была из Балкарии. И ее нужно варить исключительно в мундире. Почему? Так заведено, она, наверное, сохраняет какие-то свои необходимые волшебные свойства. Начинка готова. Теперь тесто. Для карачайского хачина мука, вода, дрожжи, соль и молоко. Капушева говорит, что именно горное молоко делает хачины мягкими и пышными. Теперь ждем, когда карачайское тесто поднимется. А тем временем Алла Боченко уже раскатывает тесто с начинкой. Неужели на этом повороте актриса обогнала математика? Карачайцы могут вздохнуть. Просто балкарское тесто это только вода и мука. Поэтому балкарцам не надо ждать подъема теста. Алла Боченко уже побежала к огню испечь свое творение. А Тамара Капушева дождалась таки подъема теста. Со временем вкус хачинов и вид их не изменился, но научно-технический прогресс буквально с осколкова. Даже есть универсальная формула математическая, которую я сегодня вывела. Идеальный размер, диаметр карачаевского хачина равен одной четверти талии Аллы Боченко. Отлично. Будем с вами готовить дальше. Тем и ценится карачаевский хачин, что у него начинка очень сочная и ее очень много. Переносимся к хачаву. Посмотрим, как дела у балкарской актрисы. Нужно быть очень аккуратным, особенно если ты голыми руками переворачиваешь хачины. А нельзя лопаткой это сделать? Ну, лопаткой как-то считается, что... Или опять мама ругает? Да, мама ругает, это считается, что ты не крутая хозяйка. Балкарские хачины готовы. Конечно, если гости приехали внезапно, то балкарские мастерицы быстрее карачаевских испекут хачины сыром и картофелем. карачаев это вообще не смущает. Поэтому Тамара, как царица карачаевских хачинов, никуда не спешит. Она спокойно подождала, когда масло закипело, чтобы туда кунуть свое творение. И чтобы он у нас не лопнул, мы его обязательно преткнем. Алла Боченко немного переживает. Что-то карачаевцы долго все делают. Может, в карачаевские хачины добавляют допинг? Как бы мне не хотелось, но я все-таки должна быть объективной и признать, что это выглядит как минимум очень аппетитно. Пойдем пробовать, а? Вот и карачаевский хачины готово. Теперь олимпийский результат многонационального жюри. Девочки, я думаю, данное мероприятие сегодня было замечательным. Я уверена, что это будет не в последний раз. И считаю, что мы как никогда сплотились между нашими республиками. Я не раз пробовала балкарские хачины, но для меня всегда осталась загадка их приготовления. Что входит в состав начинки, тесто. Для меня действительно была большой загадкой, как вообще готовится настоящий балкарский хачин. Сегодня я это все увидела. В отличие от присутствующих здесь, я имела такую возможность наблюдать свои студенческие годы, как готовятся балкарские хачины. И поэтому я не могу видимо все объективно это где-то субъективно, поэтому свой голос я отдам балкарским хачинам. Очень забавно наблюдать, как соревнуются между собой карачаевцы и балкарцы в приготовлении хачинов. Мы посовещались и решили, что на этом ставить точку мы не будем. Даже девочки. в этих соревнованиях нельзя ставить точку, потому что на наш взгляд эта акция способствует развитию сплоченности дружеских отношений между представителями разных национальностей. И мы считаем, что из-за того, что соревнование будет длиться и впредь, и дальше хачины будут становиться все вкуснее и вкуснее. Итак, сегодня победили и не карачаевцы, и не балкарцы, а победили хачины Эльбруса. Балкарские хачины символизируют солнце в зените, а карачаевские золотистые закаты. Солнце в тарелке и застолье становится теплым. Руслангур Кмазов, Ислам Урумов, Олимпийские хачины из Донбая. А вот и отгадка. Ну, а мы продолжаем наши вести. Какая красота. В каком крае даже красивый. А вот и он. Смотри, какой он великий, могучий. И страшно подумать, что в этот прекрасный день может что-то измениться. Да. И моя последняя загадка. Мое око в бесконечном солнечном круге. Это вы должны не только сказать, а показать на месте. Вот это да. Он повсюду с нами. Итак, загадка. Это телескоп. Ну да, но почему в солнечном круге? Как-то слишком просто. Мне кажется, пора отправиться быть. Да, сауром. С древности люди всегда смотрели в небо и искали там ответы на фундаментальные вопросы бытия. Сегодня современный человек в небо смотрит редко, забывая, что мир состоит не только из кризисов и погони за хлебом насущным, а что есть еще и вселенная. И все же есть люди, которые показывают всем жителям планеты Земля их место во вселенной через астрономию и основные науки. Так скажи, пожалуйста, когда этот телескоп был здесь установлен? Он был установлен в 70-е годы, тогда, в советское время, прошлого века. В советское время он считался самый крупный в мире, а сегодня он самый крупный в России. И Карачаево-Черкесия по праву называется астрономической столицей России. И мы этим гордимся. Конечно. Сколько же Тайм-Селина было разгадано этим телескопом? Да, как последняя загадка Эльбруса. Итак, что же он имел в виду? Ну, первое, что приходит в голову, это, конечно, телескоп. Но это слишком просто. Да. Почему же в солнечном круге? Хорошо, что у нас есть современные технологии, которые позволяют видеть вот эту всю красоту с высоты птичьего полета. Слушайте, а над храмом тоже полетать? Конечно, ведь иориат никогда лишним не будет. Так, здесь какой-то круг. Интересно. Раньше этого не видел. Слушайте, здесь круг какой-то. Я раньше этого не видел. Посмотрите. Да. Слушай, это не тот круг, астрономический объект древний, древняя обсерватория. Точно. Бежим. Здесь, в Архазе, более тысячи лет назад располагалась столица Аландского государства. Это был центр науки, культуры, искусства и торговли. Великий шелковый путь, генуэзский путь проходили через этот город. Знаешь, мы столько раз снимали здесь сюжеты, но почему-то мы никогда не добирались до солнечного круга. А вот он-то нам и нужен. Думаю, он и раскроет нам тайну древней обсерватории. Расскажите, пожалуйста, вот с высоты птичьего полета здесь виден круг, но с высоты человеческого шага этот круг мы заметим. Что здесь располагается? Что за секреты тайна? Руслан, этот круг еще одно доказательство, неоспоримое доказательство того, что средневековая Алания была очень сильным, развитым государством и перед нами мы видим средневековую обсерваторию. Солнечный календарь, иными словами, одна из самых древних обсерваторий в Восточной Европе. И аналоги нашей обсерватории такие, как Стоунхендж, всем миром известный, всему миру, и обсерватория Улукбека. То есть древние Аланы были очень высоко образованными людьми, и еще раз подтверждает то, что государство Аланское было очень сильным, развитым и преуспевало во всех направлениях. Раскопки начинались изучение в новейшей истории в 70-х годах. Кузнецовым дали Элькановым в 80-х годах они приобрели новый формат и выдвинули гипотезу, что это не просто как место для загона скота или же как цирк. А что это такая версия была? Да. Кузнецовым была выдвана такая версия, что это может быть как место для цирка или же для загона скота. Но присутствие рядом храмов наверное гипотезу цирка исключалась и Марий Супович начал доказывать и вместе с астрономами из Букова нашего поселка коллегами доказали, что это астрономический объект. То есть гипотезу историков подтвердили астрономы? на самом деле один из самых таких величайших памятников это обсерватория. Толщина стен 2 метра полностью и... Но территория довольно-таки обширная, большая, да? Да, территория да, большая ровно 88 метров вот толщина стен 2 метра и предполагалось да Повторите фразу последнюю 88 метров диаметр круга 88 да 8 и 8 2 восьмерки и бесконечности то есть бесконечность бесконечный круг да бесконечный круг и можно сказать что это каменное око сделанное человеком чтобы наблюдать за небесными телами за бесконечным космосом нужно и так сказать и так что мы имеем бабушка аул да аул вода вода родина родина труд труд по-моему традиции да солнце традиции солнце и обсерватория солнце обсерватория ва дурия начальными буквами этих слов и составят нужное слово слово которое является секретом Эльбруса и так буквы буквы а в р т т т с о ба 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 в р тс это явно анаграмма неужели ему нельзя было все загадывать в правильном порядке ну в этом весель брус но разгадка очень близка итак поехали какие мы слова видеть товар а собр собр сора сора видимо он имел ввиду академию ЖКХ автор тост сова какие-то короткие слова получаются ничего короткие тоже пригодятся давай род сорт сват брат брат да ну прям какое-то кавказское слово получается братство точно братство брат 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 КОНЕЦ Кабардино-Балкария и Карачаева-Черкесия объединяет не только Эльбрус. Это высочайшая вершина, символ, высочайшее братство народов наших республик. Братство – наше главное богатство. Братство – ценность, которую мы должны беречь, как самое дорогое. Если братство будет крепким, и Эльбрус будет счастлив и спокоен, Какая отличная новость для наших жителей в канун Нового года. Как же мне хочется объявить ее в прямом эфире, но до эфира всего полчаса, а нам ехать больше двух. Идите, дети мои, живите с миром! Ой, как же я не могу спускаться с горы, как подумаю. Мы подокам не стерпятся. Ага. Новый год у дверей И сейчас с нами на прямой связи Нальчик и ведущая программы «Вести Кабардино-Балкария» Кристина Макоева. Кристина рада приветствовать вас. Добрый вечер, Светлана. Кабардино-Балкария приветствует братскую Карачаево-Черкесию. Уходящие годы еще больше укрепил вековые отношения между нашими народами. Пусть наступающий новый 2020 год принесет всем нам еще больше счастья, добра и процветания. А каждый из нас сделает еще больше для укрепления братства между народами Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Чтобы наши улыбки сияли, как Эльбрус под ярким солнцем. Желаю вам кабардинского счастья на сып и балкарского счастья на сып. Ведь счастье у нас одно на всех. С Новым годом! Спасибо, Кристина. Благополучие и мирного неба над Северным Кавказом. И в заключении нашего выпуска прогноз погоды на завтра. У подножия Эльбруса ожидается ясная и солнечная погода. Самое время научиться кататься на лыжах. Наши горнолыжные курорты Дамбай, Архыс и Приэльбрусье ждут гостей. Северным Кавказом Северным Кавказом Северным Кавказом Северным Кавказом Северным Кавказом